Приветствую всех настоящих ценителей бокса! Только что в прямом эфире посмотрел бой Хосе Педраса против Ричарда Коми. И хочу с вами поделиться впечатлениями и кратко поединок проанализируем и сделаем из него выводы. Важный момент, если просто хотите посмотреть сам бой от начала до конца, то сделать это можно в телеграмме. В поиске телеграмма вбивайте лаборатория бокса, дальше разберетесь. И еще одно объявление. Сегодня хочу провести стрим по московскому времени примерно в 6 часов вечера или в 7 часов еще не решил. Но в общем, сегодня вечером приходите на стрим, обсудим новости бокса. Очень вас жду и ваши вопросы. Ну или просто приходите без вопросов тоже. Теперь смотрите, чтобы нам понять, что конкретно в ринге происходило, нужна некая предыстория. Важно! И Педраса и Коми оба бились с Василием Ломаченко. При этом Педраса держался довольно так здорово. Коми вот недавно совсем, буквально год назад или даже меньше, был тотально избит. И тем не менее, Педраса, он не бьющий спортсмен. Ну так вот, если прям строго судить, то есть он, ну, руки бросает, ну, масса какой-то большой с ударами не идет. Но он мастер защиты, то есть он ногами хорошо чувствует, он чувствует момент, именно он как-то на вас наседает и руки свои бросает, именно перед тем, как вы хотите атаковать. И наоборот, уходит грамотно, такой весь как бы скользкий, очень хорошая у него выносливость ног, то есть он, ну, вообще ног, движение, поясница, то есть он как бы себя не бережет, он в движении находится. И Василий тогда его не смел подбить, а сейчас он как-то это еще больше развил, потому что он чем больше по весам, ну, растет, тем как-то он укрепляется и становится еще живее, ловчее. Коми. С одной стороны, он из Ганы, он не особо обученный, но он реально имеет удар, то есть у него в том числе, как ни странно, техник удара есть, у него масса за ударом входит. Еще я извиняюсь, я вам все это рассказываю, а на улице кто-то скребет, не знаю, вы слышите или нет, микрофон звуки ближе не ловит, да, не может не ловить, но дико сбивает, но постараюсь на это не отвлекаться. Ну так вот, что мы одну минуту. Что в итоге мы увидели в реальности? Я бой смотрел только со второго раунда, первый проспал, ну и второй, пока там настроил, пока включился сам. В общем, второй раунд уже подошел к концу, но в целом заметил такую тенденцию, что Пидранса действует жестче, чем обычно. То есть, если во многих боях он меняет стойки, он двигается, он такой как бы расслабленный, разболтанный, уходит, очень тяжело по нему попасть, то в этот раз Пидранса, он как бы упирался ногами и он сам жестче бил для себя. И если его удары по голове, на мой взгляд, они все равно не опасные, то по корпусу люди, даже которые не очень сильно бьют, если точно бьют эти удары, они конкретно ранят, они очень неприятны, ну и они оказывают влияние. Я думаю, на Коми оказывали. Коми, соответственно, он такой же, как и всегда, немного такой угловатый, немного необученный, но так как Пидранса с ним боксировал жестче, то есть он, получается, Пидранса мог бы чисто его щелкать издалека, уходить, по-разному там двигаться, а он как бы сам Пидранса упирался и пытался Коми ударить. То и Коми для него цель была удобней, и он периодически Пидрансу цеплял, то есть он его правой рукой цеплял несколько раз, он его левым боковым цеплял, и с переменным успехом они друг по другу попадали. В целом, вот они идут раунды там третий, четвертый, пятый, шестой, наверное, все-таки, ну побольше попадал Пидранса. Кроме того, в какие-то моменты он включал все же свои ноги, да, то есть и в этот момент довольно беспомощно выглядел Коми, потому что когда Пидранса включается, начинает именно ближе, дальше, туда-сюда, то не может по нему, по сути, Коми попасть. Но, с другой стороны, когда Коми все-таки попадал, а были такие моменты, были моменты, когда он канатом Пидрансу даже поджимал, хотя было и наоборот, что Пидранс его канатом подожмет и как бы его теснит, вроде бьет, но он сам-то перед ним стоит в этот момент, и мы, получается, сталкивались с какой ситуацией, что удары Пидрансу, он как бы просто бросает руки, ну неприятные, а удары Коми, они, по сути, реально опасные, то есть он, в общем-то, может и без проблем нокаутировать, если точно попадет, и он как бы своими малочисленными попаданиями, но, на мой взгляд, фактически вред наносил больший. Еще любопытный технический момент, который не очень-то раскрывался в прошлых поединках для Ричарда Коми. Вот смотрите, он из Ганы, он как бы не совсем обученный, и в этом бою это очень проявилось. Он, когда бьет правой рукой, у него сначала идет масса четко за ударом, то есть вот как он удар бьет, удар вперед идет, так он и вкидывает всю свою массу, все классно вроде, но на самом деле это не так, потому что, как оказалось, он это делает на довольно коротком отрезке, когда же противник подальше, а в этот раз Пидраса был подальше, почему? Потому что у него больше антропометрия, потому что Коми, это, по сути, для него новый вес, там соперники часто были пониже, чем он сам, ну, например, Раймунда Бильтран, и они как бы сами к тебе подходят, ты бьешь, да, а здесь дистанция между двоями побольше, потому что у вас конечности длиннее обоих, в том числе у противника, и получается, он как бы до него достать не может, то есть далековато как бы находится Пидраса, и интересный такой момент, то, что чисто технически, он когда бьет, достать не может, руки, ноги, ноги начинают путаться у Коми, и он правой своей ногой, да, и он как бы дошагивает, и в общем он уже, у него масса идет не за ударом, ровно как бы, да, а очень легко его сдувает туда вот влево, то есть он как бы начинает удар так, а заканчивает куда-то туда, и масса тоже уходит туда, то есть момент такой технически довольно любопытный, наверное, в любом случае ему уже 35 лет, в любом случае он уже мало что исправит, но если быть, например, в начале пути и так бить, то явно есть над чем работать, то есть можно свой удар скорректировать, чтобы он именно не уходил куда-то туда, а чтобы четко шел прямо, вперед, далеко, и за ним шла масса, и он бы тем самым мог вреда просто наносить гораздо больше, а то получалось, что Пидраса буквально чуть-чуть отклоняется, и все, этого уже достаточно, потому что удар не только он не долетает, а он скорее уходит мимо, вот какие-то такие дела, и мы с вами подходим к судейскому решению, судьи долго думали, кого же выбрать в качестве победителя, и в итоге объявили, ну, по сути, ничью, один судья довольно большое преимущество дал Пидрасе, другой более близкое, но все же дал преимущество Ричарду Коми, а третий дал равный бой, по-моему, сколько это было, 95-95, что-то вроде того. Кстати, поединок-то оказался 10-раундовый, хотя на бокс-реке изначально, по-моему, было указано именно 12 раундов, но потом так вот они скорректировали, я думаю, сразу бой был запланирован как 10 раундов, просто была ошибка чисто в записи. Вот, такое решение я считаю справедливым, потому что, да, с одной стороны, как бы Пидраса выиграл, то есть там есть мудрые всякие критерии судейства, что, в принципе, Пидраса доминировал, для себя он боксировал крайне агрессивно, более агрессивно, наверное, чем обычно, у него многое получалось, своими не самыми сильными ударами, но он наносил определенный вред, даже пару раз с канатом поджал Ричарда Коми, но если посмотреть, опять же, объективно, то Коми-то, он бьет просто конкретно сильнее, да, и он просто попадал сильнее, то есть, и опять же, но как бы эти удары, они на Пидрасу влияли мало, потому что у него очень, ну, у него хорошее здоровье, у него довольно прочная голова, его, по сути, удосрочить очень трудно, и он, самое главное, никак это не проявлял, то есть он эти удары прочувствовал, не прочувствовал, он также продолжал на Коми наседать, свои не самые сильные удары попадать, его там раздергивать, обманывать, то есть сделал все как нужно, и как бы, ну да, реально получается некая такая ничья. Такие вот мысли, еще раз напоминаю, что бой вы можете посмотреть в Телеграме, а стрим вы можете посмотреть сегодня на Ютубе в 6 или 7 часов вечера, да, приходите обязательно сюда, всем добра, до новых встреч, тушу камеру.